Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И как обещала, сегодня у нас небольшой обзор сортов винограда среднего срока созревания. Часть из них сидит в теплице, кое-что сидит на улице. Мы специально подбирали виноград с такими сроками созревания, чтобы максимально продлить себе вот этот самый ягодный сезон. Антоний Великий, вот такие большие красивенные грозди. Вот, по сравнению с моей рукой, чтобы было уже так действительно видно, я думаю, что, ну, больше килограмма должна быть эта гроздь. На 17 сентября он, в общем-то, готов. В этом году гораздо раньше, чем в прошлом. Сейчас уровень сахара 17. В прошлом году я его с уровнем сахара 18 снимала где-то в начале октября. То есть в этом году, несмотря на все природные катаклизмы, он созрел гораздо раньше. Невероятно вкусный, невероятно сочный. Такая приятная гармония сахара и кислинки. При этом, прям вот он взрывается, кажется, во рту. Прекрасно подойдет для приготовления соков, потому что сокоотдача невероятная. Я его использую для виноделия. В прошлом году вставила вино, очень мне понравилось, легкое, такое приятное, при винификации по красному способу. Да, виноград столовый, а я его использовала не по назначению, но осталась очень-очень довольна. Сорт труженик и плодоносит на всем, чем угодно. Смотрите, вот там вот гроздочки, да, они немножечко, ну немножечко скромнее, чем вот эти. Но дело в том, что я показывала по весне, там два крайних побега, были заморозки, и они отмерзли. И это уже пошло из замещающих почек, и там уже тоже вызревает лоза, и там ягоды, ну, ненамного отстают, я бы даже сказала, на совсем чуть-чуть от основных. И смотрите, подниму камеру еще выше, урожай на пасынках. Да, конечно, он запаздывает, но тоже тут такие неплохие ягодки. С учетом того, что он у нас в теплице, кто знает, при удачной осени, может, и эти ягоды созреют. Вот, атаман крайного, первое плодоношение, сигнальная гроздь. Гроздь изначально была очень плотная, мне пришлось ее немножко проверить, потому что, ну уж очень она была большая. Есть еще две гроздочки, чуть поскромнее, но окрашены они больше. Вообще, окраска может варьировать в зависимости от уровня освещенности. На конец августа, несмотря на то, что атаман крайного срок созревания 140 дней, на конец августа уже можно понемножечку подъедать. Приятный вкус, гармония сахара и кислинки. Приятно легкий цитронный аромат в послевкусии. Ну, конечно, если он повисит столько, сколько ему положено, то он станет еще вкуснее. Ну, по размерам впечатляет. Впрочем, в описании говорится, что атаман крайного имеет одну из самых крупных ягод. И вот последняя гроздочка атамана 3 октября. И она у нас тоже уже созрела. Первое плодоношение, я уже говорила об этом, заломано. Но, тем не менее, все равно она смогла дотянуть до своих кондиций и сейчас будет съедена. Красавец фавор. Очень красивая ягода. Такая вот аж светится на солнышке. Конечно, в этом году грозди разные. Одни покрупнее, одни помельче. Вот там еще такая крупная гроздь из-за листиков не совсем видно. Сейчас мы ее с другой стороны покажем. Вот какая красавица. Сама гроздь, пусть не очень большая, может быть и больше. Ягода крупная, видите, по сравнению с моим пальцем. Вот так он выглядит в конце августа. При этом, несмотря на то, что ему еще рано, ягода уже приятная на вкус. Ну, конечно, сахара еще надо немножечко набрать. Фавор на 17 сентября. Некоторые грозди уже готовы. Вот видите, это более темно, там более светло. Я еще повисеть. И вот даже покажу косточку. Косточка уже темненькая, то есть он готов. Хотя в прошлом году был готов позже. Так что, несмотря на катаклизмы, вот середина сентября чуть больше виноград созрел. По вкусу виноград сладкий, приятный, очень хрустящий. И такая вот консистенция мармеладки. Ну, в общем-то, вкус напоминает такой хороший сладкий мармелад. Вот, смотрите, что тут у Фавора. У Фавора тут урожай на пасынках. Конечно, немножечко ему еще повисеть. Немножко не готов. Но даже, я думаю, что можно дождаться. 3 октября. Основной весь урожай готов давным-давно. Еще немножечко есть на кустах. Готовится к съедению. Ну, а пасынковая, вот, я думаю, что тоже еще мы можем успеть их и попробовать. Хаджимурат. В этом году, конечно, урожай гораздо слабее, чем в прошлом. Но это наша вина. В прошлом году мы его перегрузили. Перегрузили очень сильно. Но, тем не менее, имеем урожай в этом году. Размер ягод, посмотрите. Одну ягоду съешь, уже наешься. Грозди, да, в этом году небольшие. В прошлом 2 600. Самая большая была. При том, что это было его первое плодоношение. Вот на 3 октября ягода готова. Очень мясистая, очень сочная. И я долго думала, что же мне напоминает вкус этой ягоды. Крыжовник. Вот вкус хаджимурата очень похож на хороший, такой сладкий, спелый крыжовник. Лоза в этом году вызревают хорошо. С урожаем тоже, в принципе, все нормально. Да, и, конечно, грозди в этом году не супер впечатляют. Но спишем на год, спишем на погоду и, конечно, на наши ошибки. По пылению, да, кое-где есть вот такие вот мелковатые, неопылившиеся ягоды. Но это, опять же, можно смело списать на этот год. Но, однако, есть вот и такие грозди. Да, они большие по размеру, но зато размеры ягод огромные. Если бы, конечно, эта грозь была полноценная, тут вообще было бы просто огромная бомба. Красивые такие светящиеся грозди лучезарного в этом году. Немножечко плоховато опылились. Но это проблема года. Однако есть вот такие очень красивые грозди молочного цвета. Ягода хрустящая, мякоть очень сочная. А ягода вот сама шкурка и возле шкурки, она такая хрустящая, прямо вот взрывающаяся этим соком. Сок сладкий, но не приторный, а такой очень приятный, очень гармоничный. 3 октября сегодня, ну, на самом деле, уже недели две, а то и три назад его можно было кушать. Но также он может долго висеть на кустах и ждать своего часа. Красавица Анюта, 140 дней. Вот такая вот очень красивая. Тоже в этом году могла бы быть лучше, если бы не погодные условия. Но ничего, кустик еще молодой, вполне дотянет. Тем более, что в описании у Анюты стоит, что Анюта в классике должна плодоносить на четвертый год. Кустой четвертый год. Мы в прошлом году получили с нее немножечко урожая. Ну, в этом, в общем-то, тоже урожай есть. Гроздачка побольше, но, конечно, это не весь ее потенциал. Может быть, она еще гораздо больше, чем характерно. Но очень рано уходит кислота, на самом деле. И уже в начале сентября теоретически ягоду можно есть. Конечно, она будет не супер вкусная, не супер ароматная. Она будет просто слегка сладенькая, без кислоты. Дальше со временем набирает окраску, набирает мускат. Сначала она такая вот молочно-желтая, потом начинает розоветь, розоветь, розоветь. И к концу созревания уже становится вот такой и еще чуть темнее. И тогда начинает приобретать мускатные нотки, очень приятные. Вообще, ягода, конечно, очень вкусная, очень эффектная и красивая внешне. Ну, конечно, как у всех тепличных сортов, тепличных в наших условиях. Конечно, в других условиях они могут расти. И вполне и в открытом грунте никаких вопросов ни с вызреванием лозы, ни с болезнями нет. Сенатор Павловского вот такая красотулька. В описании часто фигурирует, что цвет у него достаточно страшненький. Ну, я бы не сказала. Цвет, на самом деле, очень красивый, такой вишневый. По срокам созревания у нас сегодня 6 октября. Буквально капельку. Хотя, вот, видно немножко, да, что ягодки чуть-чуть отличающегося цвета. Но даже эти светлые уже вкусные. Темные вообще вкусные. Поздно уходит кислота. Вот что для него характерно. Кислота поздно уходит. Но как только она уйдет, невероятный мускат. Вот, ну, сложно даже сравнить с другими. Да, это мускатный аромат, но он какой-то такой, ну, настолько вкусный, настолько яркий, настолько приятный. Очень долго в послевкусии остается. Ягода очень сочная. И вот как только кислота ушла, все, приятная гармония. Ну, конечно, чуть-чуть она остается, но именно приятная. Такая кислиночка, то есть он не приторный. Вот это гармония сахара и кислоты. 130 дней, вот, начало октября готов у нас в открытом грунте. Но, опять же, списываем на этот год, что у нас достаточно сильная задержка по созреванию. Причем, смотрите, вот то, что я вам показываю, в принципе, это теневая сторона. Здесь двуплоскостная шпалера, и там солнце не так уж часто и бывает. Но остальные грозди вот здесь есть немножко с солнечной стороны. Ну, тоже они в таком же состоянии, даже чуть-чуть больше подозревшие. Почему в мешочках очень птицы едят. Поэтому закрыли. Ну, то есть, в принципе, если в этом году все нормально созрело, то и в последующие должно тем более созревать. По вызреванию лозы никаких вопросов. Практически доверха она вызрела. Вот его побег. Вот там побеги. Ну, по болезням тоже никаких проблем нет. Повторюсь, вкус, ну, просто невероятный. Да, очень много хороших сейчас есть вкусных мускатов, но этот очень выделяется на общем фоне. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok